Динауди конфиденц 30 уже у нас в салоне История линейки конфиденц третьего поколения началась два года назад в Мюнхене весной Когда компания Динаудио представляет на взгляд общественности, на суд общественности 4 новые модели Динаудио конфиденц 20 полочники, 30, 50 и 60 Модель 40 отсутствует из-за того, что к числу 4 негативное отношение в Азии Сама по себе линейка была настолько новая и достаточно сложная для самой компании Динаудио Что она запустила в серию эту новую линейку только в середине 2019 года Поэтому премьера в Мюнхене весной 2019 года была премьерой номер 2 История всех конфиденцов начинается в начале 90-х годов прошлого века А точнее в 92-м году, когда компания Динаудио представляет миру модель C5 Которую лично я считаю одной из самых музыкальных и успешных вообще во всех линейках конфиденц Это был 92-й год В 96-м мир увидит полочники крупные C3 Проходит какой-то небольшой промежуток времени И компания начинает разработку конфиденц второго поколения И начинает она с полочников C1 Который видит свет в 2003 году А годом ранее, в 2002-м, компания выпускает пару верхних напольников C2 и C4 Господин Эренхольц владел колонками сам лично у себя дома C1 и C2 И считал их как бы любимыми моделями Слушая их, насколько журналисты писали дома у себя И он и сам рассказывал Он постоянно отмечал какие-то плюсы, минусы звучания этих колонок Поэтому Динаудио в 2011 году А это был март, Париж Динаудио показывает миру обновленную версию Динаудио конфиденц второго поколения МК-2 А также ограниченную версию Сигначи Что там было улучшено? Насколько я помню, изменился метод пропитки купола Изотар-2 Да, это уже Изотар-2 И назывался он тогда Precise Coating Вот, изменилась звуковая катушка Точнее материал звуковой катушки И число витков алюминиевой проволоки тоже увеличилось Ну, соответственно, контроль драйверов тоже улучшился Проходит три года и в 2014 году компания Динаудио представляет последнюю реинкарнацию конфиденц второго поколения И называет ее Платином И вот теперь, медленно, но верно, мы подходим к рассказу о последнем третьем поколении Динаудио конфиденц А именно о модели 30 Итак, друзья мои, Динаудио конфиденц 30 Будучи в прошлом году в Дании, в славном городе Скандерборг на фабрике Динаудио Я, так сказать, собственно, глазно убедился в том, насколько серьезно датские краснодеревщики настроены Чтобы сделать современный конфиденц самыми красивыми в своем классе, а может быть даже и дороже Итак, корпус Корпус модели теперь имеет зауженный тыл Он остался таким же статным, как и вторая линейка конфиденц И в профиль теперь он напоминает в сечении форму пули Соответственно, все внутренние резонансы, даже если они там и были, теперь в полном минусе Итак, дальше шпон Шпон, естественно, натуральный Покрыт несколькими слоями рояльного лака Причем лак этот имеет настолько толстый слой Что, когда вы смотрите на колонку и попадает на нее боковой свет Создается эффект, как будто вы смотрите на кусок янтаря И там где-то в глубине играют прожилки, фактура шпона Новый твиттер Изотар 3 с мягким куполом был разработан на основе версии Изотар 2 Предыдущих моделей конфиденц и существующих моделей контур Но самое интересное то, что он представляет собой более сложную версию Изотара 3 Который был представлен в колонках Спешл Фоте еще в Мюнхене весной 2017 года Изотар 3 это твиттер с 28-мм шелковой мембраной Который имеет чуть большую заднюю камеру, чем Изотар 2 Фетровое кольцо заменено на внутренний и жесткий купол Хексос Который, по заявлению компании Динауди, является своеобразным волноводом Убирает все резонансы и создает большую жесткость Магнитная система была полностью переработана Неодимовый магнит стал больше Система является полностью вентилируемой Поэтому современные напольники конфиденц теперь имеют один твиттер А не два, как в предыдущей линейке конфиденц 2 Ну и как говорят, заявляют инженеры компании Динаудио Что возможно этот твиттер претендует на звание лучшего на планете Земля Не знаю Послушаем, решим сами Совершенно новый дизайн средочастотного динамика Конус его смещен здесь, к краю привода Что позволяет ему сидеть на одном уровне с передней панелью комплекс О которой я расскажу позже Этот полностью новый 15-сантиметровый динамик Закреплен на так же новом плоском подвесе Horizon Surround Подвес динамика повторяет его форму при приближении к краю, как вы видите При этом снижается амплитуда самого первого резонанса И увеличивается площадь рабочей поверхности динамика Кстати, корзина самого динамика теперь имеет облегченную органическую конструкцию И самое главное, динамик этот создает интересный звуковой эффект Звук получается таким, как будто он вас обволакивает справа и слева При этом создавая очень широкое звуковое поле и сцену Чтобы избежать воздействия низкочастотных волн, драйвер работает вот в таком вот интересном кабинете Еще с 1978 года с модели 100 компания Dino Audio в качестве материала для диффузоров своих динамиков Всегда использовала специальный пластик-полимер с добавками порошка силиката магния MSP Идем дальше Новые драйверы Neotec Это обновленный 18-сантиметровый MSP динамик вуфер Корзина динамика также имеет новый дизайн Звуковая катушка здесь из стекловолокна для еще большей жесткости Причем намотана она медным проводом И что получаем в итоге? Большую подвижную массу и соответственно сильный красивый структурированный бас В магните динамика высверливается отверстие для улучшенного контроля воздуха прямо в драйвере Передняя панель из MDF предыдущих Dino Audio Confidence была заменена на другую из композита Compex Compex это часть значительно усовершенствованной системы DDC Dino Audio Directivity Control Важнейшей системой, которая была создана для уменьшения отражений звука от пола и потолка Панель легкая, жесткая, имеет определенную пористую структуру Которая создана для того, чтобы звуковая энергия от динамиков затухала не сразу А постепенно в глубинах самой панели Эта оригинальная панель Compex не вырезается на станке ЧПУ А мелкодисперсный материал засыпается в специальную форму И потом под воздействием высоких температур запекается И в итоге получается вот такая вот оригинальная красивая штука В то время как предыдущее поколение имело два твиттера у напольников В новых колонках Dino Audio Confidence 30, 50, либо 60 есть только один твиттер Но с более мощной магнитной системой Dino Audio заявляет, что это возможно благодаря новому алюминиевому волноводу Выточенному из цельного куска алюминия Вот такого, как у меня вот на ладони Вообще, эта так называемая звуковая линза Предельно точно смоделирована компьютером Работает четко в горизонтальной плоскости И максимально убирает отражение от пола и потолка Но если по чесноку, система DDC это не только алюминиевая линза вокруг твиттера плюс сам твиттер Это все-таки вся грамотно сконструированная передняя панель акустической системы Кроссовер здесь построен на очень высококачественных элементах И теперь имеет фильтр не первого порядка 6 дБ на октаву, а второго и третьего Второй порядок между твиттером и средним динамиком А третий для низких частот Разводка осуществлена кабелем Vandenhul Snowline Фазоинверторная система взята из знаменитой версии Consequence Ultimate Edition Где фазик имеет выход вниз промежуток между опорной площадкой и телом колонки Площадка эта выполняет еще и функцию волнореза воздушного потока Благодаря такой системе устраняются паразитные резонансы и обеспечивается линейный импеданс В ЦУК или акустической системе сзади встроены высококачественные терминалы от немецкой компании WBT А именно NextGen Вообще говоря о звуке Dinaudio Confidence 30 Можно сказать следующее вкратце Еще до теста здесь в Москве Когда я слушал эти колонки в 2018 году в Мюнхене Я в первую очередь отметил великолепный музыкальный бас Способность правильно отыгрывать любые жанры Начиная от современной электроники до классического рока И очень для меня важные качества Что эти Confidence бережно относятся к самым отвратительно записанным и сведенным записям Их реально хочется все заново переслушать В ближайшие дни на моем канале выйдут подробные аудиотесты Dinaudio Confidence 30 На этом все Следите за новостями и подписывайтесь на мой канал Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»